Зима, который год, выдалась нестандартной. Снег вперемешку с дождем, а еще этот холодный пробирающий ветер, от которого не спасал даже козырек подъезда. Кот, пытающийся спрятаться от непогоды, заметил припаркованное рядом авто и решил прошмыгнуть под него, там дуло меньше. Так и было, только теперь мешала вода на асфальте, от которой никуда было не деться. Сидеть на мокром было некомфортно. Зверь с надеждой уставился на просвет между машиной и асфальтом. Но ливень не только не стихал, но и, оказывается, начал набирать обороты. Животное вздохнуло, нахохлилось и приготовилось ждать целую ночь на улице. Быстро стемнело. Дождь все лил, отбивая по асфальту размеренную дробь. Веки кота сжались и животное само не поняло, как уснуло. Пробуждение выдалось не очень приятным. Кот проснулся от того, что у него постукивали зубы. Пушистик промерз до костей. Вокруг раздавались привычные утренние звуки, шум ливня пропал. Животное попыталось было встать, чтобы размять лапы, согреться на бегу и перейти в более уютное местечко. Однако у кота не получилось сделать ни движения. Он удивленно опустил голову и увидел, что асфальт вокруг покрыт гладкой прозрачной коркой. Ночью следом за ливнем ударил мороз, превращая все вокруг в каток. Кот снова дернул лапами, но они не пошевелились, конечности прочно вмерзли в лед. Зверь испугался, сердце бешено забилось и по привычке захотелось дернуть хвостом, но он, как и лапы, оказался в ледяном плен. Зверь принялся мяукать в надежде на помощь. Но вокруг почти никого не было, а редкие прохожие только недоуменно оглядывались, не понимая, откуда идет звук. Утром город медленно вступал в свои права из-за сложных погодных условий. К радости детей отменили занятия в школах. Многие работники остались работать на удаленке, поэтому на улице почти никого не было. Когда совсем близко послышались шаги, кот радостно встрепенулся. Он замяукался с отчаянным усердием. Зверь ожидал, что человек заглянет под машину и поможет ему. Но услышал только недовольное, пошел вон. И пикнул сигнализацией. Человек недовольно ругался, пока открывал примерзший замок на дверь. Кот снова попробовал обратить на себя внимание, но мужчина его проигнорировал. Он сел в машину, включил громкую музыку и завел двигатель. Животное отчаянно задергалось в своей ледяной ловушке. Оно не первый день жило на улице и знало, что от авто нужно держаться подальше. Но сейчас, при всем желании, кот не мог убраться с дороги. Он пытался пошевелить лапами, однако лед надежно их держал. Автомобиль неспешно тронулся с места. Сердце кота на миг пропустило удар, он ожидал невозможной боли и даже зажмурился от страха. Но колеса давили ледяную корку вместо животного. Зверь осторожно приоткрыл глаза, авто проехало рядом с ним, абсолютно не задев. Кот замяукал снова, теперь без преграды его должны были услышать и увидеть. Вот только почти не было людей, выходить в гололед никому не хотелось. На одном из балконов появился курильщик. Он задумчиво наблюдал за котом, орущим посреди дороги. Потом зашел в квартиру и рассказал матери о странном поведении животного. Женщина тут же высунулась из окна. Она увидела, как дергается зверь, но почему-то не убегает. Любопытство перебороло осторожность, поэтому женщина поспешно нашла повод для выхода на улицу, схватила полупустой пакет с мусором. Она вышла из подъезда. Путь до мусорных баков оказался очень скользким, и женщина уже была не рада, что вышла. Но на обратном пути она доползла до животного. Кот радостно подался к человеку всем корпусом, но так и не освободил лапы. Женщина присела рядом и дотронулась до заледеневшей шерсти, конечности и пушистый хвост, обернутый вокруг лап, были покрыты прочной ледяной коркой. Женщина попыталась расковырять наледь, но та не поддавалась. Единственный маленький отколотый кусочек вывалился вместе с клочком шерсти. Когда со льдом оторвался пушистый мех, кот заорал от боли. Он уже был не рад, что обратил на себя внимание людей. Теперь зверь мечтал, чтобы к нему вообще не подходили и никогда не трогали. Животное задергалось с новой силой, чтобы уйти от человеческих прикосновений. Женщина нахмурилась, задумавшись о ситуации, но тут же ее лицо прояснилось, в голову пришла потрясающая идея. Женщина торопливо заскользила по льду в сторону подъезда. По пути встретилась соседка, которой очень хотелось узнать свежие новости. Вместе они поднялись домой, нагрели чайник и снова вышли на улицу. Другие соседки заинтересованно выглядывали из окон, некоторые тоже не выдержали и поспешили к коту. Вскоре вокруг испуганного животного собрался целый консилиум. Кипяток на зверя лить не стали, дожидались, пока вода немного остынет и рассуждали, что делать с котом дальше. Никто домой животное забирать не хотел, а оставлять мокрого зверя на морозе было, мягко говоря, неразумно. В итоге кто-то сходил за старым полотенцем, решили закутать животное в него и пустить в подъезд к батарее, пока не согреется. Чайник как раз успел остыть до нормальной температуры. Женщины принялись подливать воду под животное, ввергая его в настоящий шок. Кот не понимал, что с ним делают, он орал на всю улицу и корил себя за то, что вообще обратил на себя внимание людей. Посидел бы еще несколько часов посреди дороги, может, проблема сама с собой решилась бы. Но уже было поздно. Судя по маниакальному блеску в глазах обступивших его женщин, так просто от него не отстал. Теплая вода понемногу топила лед. Чайник быстро опустел, но желанная свобода не наступила. Пришлось одной из соседок бежать домой за новой порцией. На этот раз она сразу развела кипяток холодной водой. Дело пошло быстрее, вскоре все конечности кота были на свободе. Ему можно было бы радоваться свободе, но зверь паниковал. Он безуспешно пробовал встать, конечности абсолютно не слушались своего хозяина. Как бы животное не прислушивалось к себе, у него не получалось почувствовать лапы. Чьи-то руки подхватили его под живот, кота завернули в полотенце, занесли в теплый подъезд и усадили под батареи на лестничной площадке. Только здесь котишка почувствовал, насколько он продрог, все тело начало неприятно покалывать, а уши с носом болели от долгого пребывания на морозе. Женщины долго не расходились, обсуждая происшествия. Кто-то догадался принести животному воды и еды. Кот с аппетитом набросился на угощение, он настолько проголодался, что не замечал ничего вокруг. Даже когда сделал несколько мелких шажков вперед, не понял этого. После сытного перекуса зверь обратил внимание на мокрую шерсть. Полотенце впитало немного воды, но теперь нужно было привести себя в порядок. Кот старательно заработал языком. Женщины увидели, что с животным все в порядке и разошлись по домам. Котик тщательно высушился и уложил шерсть на лапах, животе и хвосте. Тепло от батареи согревало усатого мурлыку. Конечности уже нормально двигались, хотя подушечки еще сильно покалывали. А вот хвост совершенно не хотел слушаться. Животное решило немного подождать, лапы тоже не сразу заработали. Однако даже к вечеру хвост не пришел в норму. Кот недоуменно смотрел на предателя. Он пытался поднять хотя бы кончик, но ничего не получалось. Зверь еще раз вылезал хвост по всей длине до последнего лоскутка. Но тот так и не пришел в норму. Спасительница несколько раз выходила к коту, проверяя его состояние. Они тоже заметили странно волочащийся хвост. Собранием соседок было решено отправить зверя на осмотр к врачу. Ветеринар вынес неутешительный вердикт – хвост нельзя было спасти. Пришлось сделать операцию по удалению. Перепуганного кота накачали наркозом, ему не нравились запахи и странные люди, которые трогают его. Но после укола мир уплыл. Зверь приходил в себя медленно. Хвост сильно болел, а перед глазами плыло. Животное обернулось, но к своему удивлению не увидело хвоста, на его месте был какой-то странный белый обрубок. Зверь попытался обнюхать непонятную штуку, но упал, не дотянувшись. Перед глазами все плыло, вокруг жутко воняло лекарствами. Это не нравилось, но сил исправить ситуацию не было. Пока животное отходило от операции, соседки решали его дальнейшую судьбу. Забирать бездомного зверя себе по-прежнему никто не хотел. Бросить на произвол судьбы не давало совесть. Тогда женщины активно принялись распространять историю кота по горлу. Кто-то обзванивал подруг, кто-то писал в соцсетях, кто-то ходил по соседним подъездам. Историю несчастного животного подхватывали и пересказывали десятки людей. Вскоре нашлась новая хозяйка для пушистого друга. Она забрала его из клиники к себе домой, окружила заботой и любовью. Но столкнулась с полным непониманием зверя. Тот долгое время не мог привыкнуть к отсутствию хвоста. Он терял баланс, падал при прыжках, врезался в мебель, не успев развернуть корпус. Кроме того, взрослое животное не понимало, почему его мир вдруг стал ограничиваться стенами квартиры. Кот с тоской смотрел на улицу через оконное стекло. Даже выпавший снег не портил милые картины свободы. Котик даже попытался сбежать, когда хозяйка открыла двери. Он юркнул в щели и помчался по лестнице вниз. Из-за отсутствия хвоста кота несколько раз заносило на поворотах. Один раз он чуть не рухнул между лестничными пролёты. Кот замер возле дверей подъезда, они оказались закрыты, а позади уже слышались шаги и взволнованный голос хозяйки. Взгляд животного заметался вокруг в надежде спрятаться. Внезапно дверь широко открылась, впуская в подъезд шумную компанию. Зверь не стал ждать, пока все зайдут, и стрелой вылетел наружу. Вот тут кот резко затормозил. За несколько недель в квартире он уже отвык от обволакивающего холода. Под лапами хрустел снег, ледяной ветер развивал шерсть. Заживающий обрубок хвоста внезапно сильно заболел. Животное поюжилось от холода. Дверь подъезда снова распахнулась. Тёплые руки подхватили зверя под живот, кота занесли обратно в тёплую квартиру. Перед мордочкой поставили целую миску влажного корма. Животное с жадностью набросилось на еду. Уже позже, отдыхая на подоконнике, кот решил никуда больше не бежать. Остаюсь. Тут тепло, сытно и гладит постоянно. Можно не бояться примерзнуть к асфальту или попасть под машину, подумал про себя маленький хищник. Продолжение следует... Продолжение следует...